ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В авиационном, транспортном, энергетическом машиностроении и в строительстве находят широкое применение изделий из стали, цветных металлов и сплавов в виде квадратных, круглых, шестигранных прутков, труб различных диаметров, сложных полых профилей. Эти профили получают прессование, одним из методов обработки металлов давлением. Нагретая заготовка помещается во втулку контейнера, к которому примыкает матрица. Она установлена в специальном матрице-держателе. Усилие через пресс-шайбу от шплинтона передается заготовке. Под действием усилия металл пластически деформируется и выдавливается через отверстие в матрице. Образуется профиль. Изготовление трубы происходит в два этапа. В начале игла прошивает заготовку, образуя в слитке полость. Затем происходит прессование трубы. Заготовками являются предварительно обработанные слитки. Характер течения металла на разных стадиях процесса различен. Первый период включает осадку заготовки и заполнение металлом всего объема контейнера. Второй период соответствует начальной стадии прессования, в которой рабочее усилие возрастает. В третий период происходит установившееся истечение металла. В четвертом периоде удельные усилия прессования возрастают снова, поскольку заготовка подстывает. Под действием активных и реактивных сил в металле возникает напряженное состояние, соответствующее неравномерному всестороннему сжатию. Деформация металла в контейнере определяется двумя деформациями укорочения и одной деформацией удлинения. Рассмотренный метод прессования называется прямым, потому что течение металла совпадает с направлением шплинтона. При обратном прессовании направленное течение металла противоположно движению матрицы со шплинтоном. Характер течения металла изучают по искажению координатной сетки. Деформация заготовки определяется вытяжкой, равной отношению площади начального поперечного сечения к конечному. Для прессования металлов наибольшее распространение получили горизонтальные гидравлические прессы. Заготовки направляются в нагревательное устройство, из которого они поступают на рабочую линию пресса. Туда же подается пресс-шайба. Шплинтон задвигает заготовку с пресс-шайбой в контейнер. Включением гидросистемы высокого давления производится рабочий ход прессы. Возможно одновременное прессование нескольких прутков в соответствии с числом отверстий в матрице. Инструмент для прессования прутков прямым способом состоит из неподвижного узла, в который входит контейнер и связанные с ним детали. Контейнер служит для приема нагретого слитка и воспринимает давление прессуемого металла. Матрица, работая в тяжелых условиях, изнашивается и заменяется. Широкий ассортимент прессуемых профилей обуславливает разнообразие применяемых матриц. Прессованных эксперимент пресс-широкий и сменитokes надлодие с письмом. Пресс-широкий ассортимент пресс-широкий и сменит keep сракет-широкий. Семен международные элеганты и финальный перспективы не пресс-широкий, При прессовании трубы используется неподвижный узел. Он состоит из контейнера, матрицы и связанных с ними деталей. Подвижной узел имеет шплинтон с пресс-шайбой и иглу с иглодержателем. Под действием усилия металл выдавливается в кольцевой зазор. Прутки, выходящие из отверстия матрицы, обычно не прямолинейны. Их правку производят на растяжных машинах при незначительной деформации 3-5%. Метод деформации металлов прессованием позволяет получать разнообразные профили сложных сечений, в том числе из труднодеформируемых металлов и сплавов. Волочение, как правило, последнее звено в технологической схеме получения профилей. Заготовкой для волочения служит продукция прокатки или прессования. Волочением получает проволоку диаметром до нескольких микрометров, тонкостенные трубы, прутки с высоким качеством поверхности. В процессе волочения повышаются прочностные свойства изделия, так как деформация происходит в холодном состоянии. Процесс волочения заключается в протягивании заготовки через отверстие волоки. Чаще применяют конические волоки, состоящие из входной зоны, зоны рабочего конуса, калибрующего пояска и выходного конуса. Отверстие волоки меньше поперечного сечения заготовки, поэтому перед волочением конец заготовки заостряют на специальном станке. Деформация металла происходит под воздействием активной силы, приложенной к выходному концу протягиваемого металла, реактивных сил, реакции с сенок волоки и контактного трения между металлом и инструментом. Под влиянием внешних сил в протягиваемом металле возникает напряженное состояние, характеризующееся двумя сжимающими напряжениями и одним осевым растягивающим. Величина деформации протягиваемого металла определяется по искажению делительной сетки. Рассмотрим процесс волочения проволоки. Волочению предшествует тщательная подготовка металла. С поверхности стальной заготовки удаляется окалина, затрудняющая волочение и ухудшающая качество изделия. В производстве проволоки используют химическое удаление окалины. Процесс заключается в растворении окалины в подогретом растворе кислоты, последующей промывке, нейтрализации и сушке. Для уменьшения трения производится смазка поверхности специальной эмульсией. Либо другими смазывающими веществами. Готовая проволока сматывается в бунты. Распространенным способом волочения пустотелых профилей является их протягивание на короткой закрепленной оправке. Заостренная часть профиля пропускается через отверстие волоки и захватывается зажимным устройством тянущей тележки. Передвигающаяся цепью тележка протягивает изделие. По окончании цикла волочения заготовка освобождается. При волочении длинных труб применяют плавающую незакрепленную оправку. Оправку вставляют в трубу. Заостряют ее конец и вставляют в отверстие волоки. Для получения труб без утонения стенки применяют безоправочное волочение. При производстве простых профилей используют волочение в роликовых волоках. Два или несколько неприводных ролика образуют отверстие требуемой формы. В роликовых волоках можно получать биметаллический пруток. Волочением получают разнообразные изделия, находящиеся широкое применение в народном хозяйстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok